Начинаем с вещей совсем простых. Почему простых чисел бесконечно много? Хорошо. Если бы было конечное число, а то бы вы все кремнофили и кремнофили и кремнофили? Гениально все. Это исчерпывающая вещь. Если бы так на свете сложилось, что множество простых чисел было бы конечным, ну, например, двойка, простое число, тройка, пятерка, семерка, и было бы самое-самое-самое большое простое число, замечательно, то мы бы, вы абсолютно правы, перемножили эти числа, все, все простые числа, и к произведению прибавили бы единицу. Отлично. И что тогда? Тогда? Получили бы число, которое, во-первых, конечно, больше единицы. Просто потому, что вот здесь у нас произведение довольно большого числа чисел, а здесь единицы прибавили, это будет больше единицы. И вы абсолютно правы. И оно бы не делилось ни на какое простое число. Так? Но если вы берете любое правильное число больше единицы, то, собственно говоря, вы его можете разлагать на простые минусы. Правильно? Так, все помнят, что такое простое число? Это число, которое больше единицы, и которое нельзя представить в виде произведения меньше тупоральных чисел. Правильно? Значит, если бы мы его берем, вот, ну, как сказать, если оно непростое, то его можно разложить. Если и кто-то из них непростой, и оба не простые, то можно то, что непростое, разложить. Итак, разлагаем, 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 любое натуральное число, это произведение, это или простое, или произведение несколько простых. Но среди этих множителей не может быть ни одного из них. Потому что если бы все это число делилось бы, скажем, на 7, то как-то это странно. Потому что вот здесь уже 7 есть, поэтому первое слагаемое делится на 7, а единица на 7 не делится. Все понятно? Значит, простых чисел бесконечно много. Отлично. Ну, кстати, и мы с вами придумали, это еще в начало Хевклида, в общем, это такая древняя-древняя известная теория. Отлично. А вот теперь, скажите мне, пожалуйста, можем ли мы с вами каким-то способом получить оценку на величину n-ного простого числа? Ну вот, я вам уже сформулировал закон распределения простых чисел, но представьте себе, что нам, что называется, не хочется ждать до какого-то курса Мехмата, когда вы это будете учить, те, кто поступит на Мехмат. А мы хотим вот сейчас, так по школьному запросто, оценка сверху на простое число. n-ное простое число не превосходит чего? Как видите, уже этот простой вопрос не такой простой, да? Хоть какая-нибудь оценка на величину n-ного простого числа. Спасибо.